Являясь полномочным представителем президента Российской Федерации, он многое делал для того, чтобы здесь, в Южной Осетии, в послевоенные годы, была соответствующая работа по возрождению республики. И я тепло вспоминаю заседания Межправкомиссии, на которых он всегда присутствовал, когда они проходили здесь, в Южной Осетии, когда он к нам прибывал с гостями. И каждый раз я, скажем так, чувствовал его плечом, потому что каждое его слово, оно было направлено на то, чтобы народ Южной Осетии после тех тяжелых времен себя чувствовал уверенно, и чтобы он строил свою повседневную жизнь именно уже в условиях свободной Южной Осетии. В самые тяжелые времена для нашего народа, для нашей республики, то есть в августе 2008 года, 8 августа уже утром, он находился здесь, в Южной Осетии, и поддержал своих соплеменников, поддержал и руководство республики своим приездом, своим пребыванием здесь. И это о многом говорит, и я вам скажу, что его авторитет несколько раз повысился здесь, и с тех пор, конечно, к Таймуразу Цамбековичу такое теплое отношение от юго-осетинского народа. Сегодня многие, говоря об осетинском народе, одни делят народ наш на северных, на южных. У Таймураза Цамбековича я никогда не слышал от него, что вот эти осетины, скажем так, относятся к северной, или к северной части Осетии. Для него осетины были осетинами, это родной народ, и это мы все здесь, на юге Осетии, тоже чувствовали, за что мы благодарны этому, на самом деле, большому, масштабному, нашему достойному осетину. Субтитры создавал DimaTorzok